МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как потратили бюджетные деньги в прошлом году? Об этом шла речь на 32-й сессии Государственного совета Чувашия. 49 миллиардов 705,5 миллионов рублей. Таков был республиканский бюджет в прошлом году. Потратил регион на 2 миллиарда меньше. Таков профицит. Доходы выросли на 12%, расходы на 11%. Госдолг сократился, что очень радует, потому что на содержание госдолга мы тратили большие деньги. 31 миллион мы платим проценты всего-навсего. Когда платили 300-400 миллионов в год, представляете, какие суммы. Значительные ассигнования идут на соцполитику. Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 38 видов различных пособий и компенсаций. На социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства направлено более 11 миллиардов рублей. Основные же статьи расходов, как и прежде, медицина и образование. Я непосредственно сейчас курирую и объект Волжского микрорайона, и вижу еще и жизнедеятельность тех денег, которые появляются в социальной сфере. Ну, в частности, при строительстве школ и детских садов. Даже если идет торможение в сроках, оно идет только для того, чтобы эти средства были эффективно использованы. Вопросы, которые касаются бюджета, депутаты никогда не рассматривают быстро. Даже если речь идет об исполнении казны, то есть о деньгах, которые потрачены еще в прошлом году. Утвердили два часа на один этот вопрос, мы потратили. Вопрос очень важный, он был обсужден сначала на публичных слушаниях, на комитетах, на профильном комитете. Но, тем не менее, много вопросов у депутатов. Из других вопросов повестки дня утверждена инициатива партии ЛДПР о снятии ограничения в виде обязательного законченного высшего или среднеспециального образования для помощников депутатов. В основном это было в целях привлечения молодежи в политическую жизнь Чувашской республики, потому что у нас есть множественные молодежные советы, молодежные парламенты. Но такая была неувязка, что, например, помощникам депутата они стать не могли, постажироваться не могли. Ну и вторая группа очень большая, это активные люди на селе. Не все во время 32-й сессии шло по повестке. Так депутаты попросили министра сельского хозяйства довести до них информацию о деятельности инвесторов из Китая на наших сельскохозяйственных землях. Три года назад глава поручил провести наинтересацию сельхоземель необработанных. Провели, выявили 147 тысяч гектаров необработанных земель. Из 147 тысяч гектаров необработанных земель посчитали и решили, что 97 тысяч гектаров можно вести все в оборот. На сегодняшний день, на начало года, осталось 45 тысяч гектаров необработанных. Чтобы обработать все эти земли, вести все в оборот, нужно около 6,5 миллиардов рублей. Китайские инвесторы готовы вложить свои средства и начать обработку предоставленных участков. Сейчас это 5 тысяч гектаров, соблюдая все нормы российского природоохранного законодательства. При этом все участки они получат только в аренду, отметил министр. Как и чем жил древний город в начале 10 века? Ответы на эти вопросы отправились искать чувашские археологи. В Тягашевском городище Баторевского района прошли раскопки. Посмотреть, как продвигается исследование, отправился и директор Чувашского государственного института гуманитарных наук, депутат Госсовета Чувашии Петр Краснов. Подробнее моя коллега Татьяна Леонтьева. Тут стояли башни, и чтобы эта площадка простреливалась. И когда нападающие входили в ворота, они попадали под сплошной огонь и не могли нигде укрыться. Хорошая оборона и выверенная система укреплений – важнейшее звено в жизни любого древнего поселения. Вокруг Тягашевского городища существовала целая сеть рвов и траншей, которые защищали населенный пункт от набегов незваных гостей. Здесь археологи раскопали наконечники стрелы, остатки вооружений – все X-XII веков. Нашли большой кованый гвоздь, который фиксировал навесные ворота, скорее всего, или какие-то срубные мощные конструкции. Это не все находки ученых. Рядом с городищем находились три селища – неукрепленных поселений. В одном из них обнаружили фрагменты керамической посуды. А вот эти монеты археологи нашли в могильнике. К раскопкам на месте погребения приступили впервые, хотя открыли его 40 лет назад. Исследователи обнаружили 10 могил. В мужских погребениях были обнаружены ножи, топоры, то есть такое воинское снаряжение, мужское снаряжение. В женских, кстати, тоже были найдены ножи, но еще и украшения. Стеклянные бусы, бронзовые колечки, которые нашиты были на кожаные ремешки. В одном подростковом погребении бусы и стеклянные пасты. На раскопках работают и студенты. У нас ведется практика археологическая, набираемся опыта, навыка. Я сама нашла лично кости животных, наконечник стрелы. Это пятая археологическая экспедиция в древнее городище. Первая была в 1927 году. Исследователи полагают, что через Стегашевское городище проходила часть торгового пути из Волжско-Булгарии в Киев. Зародилась идея организации пока на уровне эскизных проектов, проектных работ и заявок на федеральный бюджет, получение возможности из федерального бюджета помощи, на организацию вот этого туристического комплекса. Мы начинаем эту, на мой взгляд, полномасштабную, очень нужную работу. Проект уже получил одобрение Градсовета Республиканского Минстроя. Организаторы надеются, комплекс станет одним из интереснейших туристических мест Чувашия. Они еще совсем молоды, но уже точно представляют себе будущее. Вернее, свое будущее в Чувашии. Так называется конкурс, который провел Госсовет Республики. О проектах победителей далее. Если спросить детей 5 лет, кем они хотят работать, когда вырастут, многие ответят, как мама и папа. И дело не в том, что юное поколение тянет в бухгалтерское дело, маркетинг или на государственную службу. Просто с другими они часто не знакомы. В Чебоксарском детском саду номер 178 решили это исправить. Здесь воспитанников подготовительной группы знакомят с самыми разными профессиями. Скажите, а вы любите сладкое? Да! Я тоже очень люблю сладкое. Пирожные, конфеты, торты. И поэтому я выбрала профессию кондитер. Приготовите вместе со мной сегодня сладкое угощение? Да! Специалисты считают, чем больше специальности ребенок на себя примерит, тем лучше сможет оценить свои возможности в старшем возрасте. Сегодня вы попробовали быть кондитером. Как вам? Прикольно. А почему? Что вам понравилось? Ну, потому что надо готовить и посыпивать, и украшать. В нашем проекте есть различные профессии, малознакомые для детей. Распространенные они уже знают, такие как учитель, воспитатель. Мы решили их еще раз познакомить поближе с такими профессиями, как кондитер, экскурсовод, хореограф. Педагоги используют самые разные формы знакомства с профессией. Смотрят с воспитанниками тематические мультфильмы, читают, учат стихи, клеят аппликации и рисуют. Разве девочки могут стать пожарным? Да! Хорошо, что вы это понимаете. Действительно, среди женщин тоже очень много людей героических профессий. Посмотрите сюда. Вот эта женщина, она кем стала? Какой профессии? Вам попалась профессия врач, да? Что вы дорисовать решили? Я решила рисовать градусник и шляпу для врача. Сейчас рисую, чем слушают детей. Проект стал победителем конкурса Государственного совета «Мое будущее в Чувашии» в номинации участники от 18 до 30 лет. В общей сложности в этом году участники подали 75 проектов. Среди них, к примеру, бизнес-план по разведению в Республике осетровых рыб, создание студии компьютерной анимации для детей, проект «Живая память. Винок славы». К сожалению, такая вот главная проблема нашего современного общества заключается, что дети не помнят, дети не знают о своих дедах, о своих отцах, о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году я им дал такое задание – собрать информацию о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году добавились и новые номинации. В нашем конкурсе появилась и новая номинация – это «Моя законотворческая инициатива». Их авторы вносят предложения по законодательному регулированию целого ряда самых актуальных вопросов. Я даже сказала бы самых сложных вопросов нашей жизни, за которые даже большие политики со стажем не всегда готовы взяться. Все это говорит о том, что вы очень неравнодушная молодежь и с серьезными взглядами на жизнь и большим творческим потенциалом. В этой номинации участники поднимали тему правовой грамотности населения, социальной защиты лиц, подвергшихся домашнему насилию. Я предлагаю, кто работал над законопроектами, у нас при Государственном совете есть молодежная палата. И когда происходит ротация членов молодежной палаты, вот сегодняшних, по крайней мере, докладчиков, нужно иметь в виду и включить в состав молодежной палаты при Государственном совете. Наградили победителей 21 июня в день празднования 25-летия Чувашского парламента. 2019-й юбилейный год для Государственного совета Чувашии. Высший законодательный орган республики отметил 25-летие работы. Первая сессия вновь избранного регионального парламента прошла 21 июня 1994 года. За 25 лет работы парламентарии приняли около 2000 законов. Сформировали бюджетное и налоговое законодательство, нормативные акты в сфере государственного и муниципального управления, в социальной сфере, экологии и жилищной политики. Первым председателем был Валентин Шурчанов. Особо хотел бы сказать сердечное спасибо Песниковой Венере Абдрахману. Она самая первая депутат Госсовета, которая разработала закон о социальной защите работников, занятых на производстве и уничтожении химического оружия. И благодаря этому федеральному закону он до сих пор действует. Законотворчество процесс бесконечный и, наверное, будет идти, пока существует само общество. И так даже в праздничный день Госаветчуваша и Зак Собрания Кировской области подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Основное направление – совершенствование законодательства. Здесь у вас, в республике, предваряется в жизни много программ, которые сегодня у нас, ну, как-то, может быть, пробуксовывают. Вот, если говорить, то, наверное, самая главная сегодня тема – это обращение с нашими бытовыми отходами. У вас, я уже был на этом сортировочном предприятии, которое есть на Волчебоксарске, поэтому здесь у нас есть возможность перенять этот опыт. Подписанное соглашение дает нам большие возможности по совершенствованию, прежде всего, законотворческой работы, по обмену опытом между парламентами нашей республики и Кировской области. А самое главное, наверное, это на уровне уже субъектов федерации выработать такие вот направления, такие вот проблемные вопросы, что можно решить уже на уровне и Государственной Думы, и направлять наши вот предложения для того, чтобы они решались. На торжество в Чувашию также приехали представители Самарской губернской думы и областной думы Ивановской области. Гостям показали экспозицию, посвященную историю чувашского народа в Национальном музее. Вот в таких бочках, например, чуваши хранили наряды. Если русские хранили в сундуках и складывали друг на друга складки, образовывались, то чувашки сворачивали платье руликом, так и ставили, вот так вертикально. А во-вторых, бочка круглая. И когда случались пожары в городских деревянных районах, то выкатывали ее на боку так быстренько из дома, потому что костюм – это очень трудоемкая работа. В честь 25-летия Госсовет Чувашии провел конкурс на освещение деятельности депутатского корпуса. Первое место в номинации «Лучший телевизионный материал» получила съемочная группа нашего телеканала. Уже четверть века Государственный Совет Чувашской Республики работает на благо региона. Сделано уже немало. Но работа продолжается, а значит, как и прежде, депутаты будут принимать важнейшие решения и законы по основным направлениям развития Чувашской Республики. Субтитры создавал DimaTorzok